Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Я думаю, вы не зря видите, что здесь все-таки находятся вот эти вот телефоны, и это посылка. Если логично подумать, а еще проще, наверное, прочитать название ролика, то да, здесь будет чехол для Mi 8 Lite. А если посмотреть на видеоролик, то какой, если учитывать, что здесь идет просто обычный стандартный, то чехол должен быть вот такой вот здесь. Вот такой чехол находится здесь для вот этого вот телефона. И чтобы меньше говорить, а больше показать, давайте его сейчас откроем. Почему такой чехол? Ну, да потому что, если я не хочу тратить очень много денег на какие-то особенные чехлы, а нужен хороший, нормальный и качественный чехол, я всегда покупаю вот такие вот чехлы. Вот это мой основной телефон Xiaomi Mi 8. На любой основной или не основной телефон, которым я пользовался или пользуюсь и буду пользоваться, я покупаю вот такие вот чехлы. Или если что-то хочется интересное, тогда более интересное. Так вот, на постоянной основе я пользовался таким на Mi 5, Mi 5S, Mi 6, Mi 8. И это те, которые были у меня основными телефонами. И прочее, там Pocophone был, Redmi S2, Redmi Note 5, там точно такие же чехлы были. Redmi Note 5 остался и сейчас в семье, Pocophone и сейчас остался у нас в семье. И они вот с такими вот чехлами. В чем минус родного чехла от Xiaomi? Ну, минус в том, что, ну, во-первых, он тонкий. Это, конечно, и плюс, и минус. Он не придает габаритов, но, смотрите, во-первых, нет бортиков, которые будут выступать над стеклом. Это плохо, потому что, когда вы будете класть телефон вот так вот на стол, он, во-первых, будет плавать легко и просто, а во-вторых, он будет еще царапаться. Это плохо. Плохо еще то, что камера, практически у всех смартфонов, камера идет выступающая. И в лучшем случае она будет идти просто вровень с чехлом, а здесь даже немножечко выступает. Ну, миллиметр, может быть, полмиллиметра, чуть-чуть выступает. Или максимум это вровень, конечно. Опять-таки, это плохо тем, что будет царапаться или стекло, или ободок камеры. Ну, и третий минус, вот такой вот чехол, это однозначно только на первое время. Почему? Просто потому, что он, во-первых, быстро растягивается. Если у вас еще цвет телефона не темный, а какой-то светлый, то силиконовый чехол будет полностью прозрачным. Прозрачно темнеет уже через месяц, через два. То есть, через месяц он встает непригодным уже для использования внешне. И плюс, когда он растягивается, сюда попадает пыль, набивается, и из-за того, что он немножко растянут, он просто-напросто будет царапать хорошо ободок, он просто будет царапать пластик или стекло сзади, которое у вас. И, ну, как я и сказал, чехол на первое время. Ну, в принципе, ну, зачем? Такую красоту, конечно, не сильно хочется прятать в чехол, особенно учитывая, что есть разные расцветки. Но, во всяком случае, если вы хотите нормально сохранить ваш смартфон, не из царапанным, возможно, не разбитым, вам в любом случае придется покупать такой чехол. И дальше, почему именно такой чехол? Давайте оденем, посмотрим. И я вам скажу, почему. Первое, это то, что есть, опять-таки, здесь бортики. Причем с запасом, ну, где-то на полтора миллиметра это однозначно. То есть, как минимум, стекло сюда можно установить, и оно будет в худшем случае в ровень, в лучшем случае даже чуть-чуть будет возвышаться бортики над стеклом. Сейчас здесь стекла нет защитного. Второе, это достаточно плотное, и оно садится, точнее, вот этот вот чехол садится хорошо и не растягивается. Ну, первое, из-за того, что он плотный, телефону достаточно легче выжить при падении и внешних воздействиях в таком вот чехле. И из-за того, что он плотный и хорошо сидит, естественно, если туда будет попадать пыль, он все равно будет сидеть плотно, не будет нигде ничего не ерзать, и телефон будет жить дольше, не поцарапанным. Внутри пыль не будет просто натирать, растирать ваш смартфон. Ну, и последнее, наверное, почему. Потому что здесь, смотрите, какой выступ еще есть для камеры. То есть, как минимум, один полтора миллиметра сверху еще выступ идет. Это вот можно увидеть и понаблюдать. Вот из-за этого я использую данные чехлы. Да, он становится немножко габаритным, это габаритнее, это не колоссально, но зато он, во-первых, увереннее в руке, из-за того, что он немножечко рифленый, и просто-напросто получше все выглядит, достойней. Вот свободно можем класть вот так его, свободно можем класть вот так его. Ничто у нас не выпирает, ничто у нас ничего не мешает. Ну, и вот сравнительно. Смотрите, вот даже на моем Xiaomi Mi 8 с наклеенным защитным стеклом здесь немножечко все-таки даже выпирают края. То есть, точнее, не края, а бампер, сам чехол еще возвышается над защитным стеклом. Это легко можно класть вот так вот, без проблем. Точно так же будет и здесь, и в других моделях. Плюс мне нравится то, что когда чехол мы одеваем, чтобы кнопки обязательно были накладными. Не просто, как в пластиковых, в большинстве пластиковых здесь вырез под кнопки, а просто-напросто, чтобы были накладные. Потому что если будет вырез, во-первых, не всегда удобно доставать до них, а во-вторых, опять-таки, эта часть оставалась бы у нас не защищена. А здесь отчетливо чувствуется нажатие кнопок. И здесь, и здесь. То есть, здесь все сделано как бы хорошо, практически, я предсказал, по совести. Ну и цена, естественно, цена, это бюджетный вариант. Ссылки на такие вот защитные чехлы будут в описании. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети. Не забывайте о моем втором канале, там выходит очень много интересных видеороликов. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими, ведь тема чехлов сейчас актуальна. Где-то процентов 90, наверное, используют чехлы на своих смартфонах. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.